Получают долгожданные ключи со слезами на глазах. Этого дня дольщики долгостроя на улице Бондаренко в Орехово-Зуеве ждали больше двух лет. Застройщик Финтраст Оил начал возведение этого корпуса в 2015-м. За год должен был завершить работы, но деньги кончились, стройка замерла. Объект был взят на особый контроль правительством Московской области. Все принимали участие, и Минстрой, и администрация этих городов и районов. И вот общими усилиями получилось осчастливить почти 140 человек. Еще один дом у нас в городе Орехово-Зуево, над которым мы работаем, там тоже около 100 человек ждут ключи. Я уверена, что в ближайшее время мы осчастливим и этих людей. Ключи от собственных квадратных метров получили сегодня и супруги Гончарук. Они не дольщики, но давно должны были въехать в этот дом по программе расселения из аварийного жилья. Два года муж и жена сидели на чемоданах. И в ужасе. Их старая ветхая квартира на улице Барышникова разваливалась на глазах. Ну вот вы видите все. Как дождь пройдет, так все сыплется. Потолки хотели натянуть навесные. Вы видите, невозможно здесь натягивать такая сырость, что штукатурка вся обваливается. Мы даже боимся в ванне купаться. Двухэтажки более 70 лет. Палы сгнили, крыша прохудилась, горячей воды в помине нет. Территорию захватила плесень. Вручение ключей стало для семьи лучшим новогодним подарком. Квартира с отделкой, сантехника, двери, обои, линолеум. Переезжать можно хоть завтра. Два года мы даже в отпуск боялись выехать, как бы не проворонить этот переезд. Счастливыми новоселами стали и дольщики 15-этажного дома, расположенного в Подольске на улице Серпуховская. Его строительство началось еще в 2007-м. Но застройщик ПКП «Лидер» был признан банкротом. Для завершения работ правительство области привлекло другую компанию «Гранель». В ближайшие дни все 712 семей смогут въехать в собственные квартиры. Люди там что-то ключи с 2010 года. У нас изначально там был инвестор, которого привлекли, но он, к сожалению, не справился со своими обязательствами. И в 2018 году мы туда привлекли дополнительного инвестора, который уже помог завершить строительство этого объекта. Каких только историй здесь не было. Кто-то почти 10 лет скитался по съемным квартирам, кто-то продал всю недвижимость и остался вовсе на улице. У нас один дольщик живет в гараже. Обустроил себе гараж. И вот столько времени он проживает именно в таком положении. Сегодня дольщики жилого комплекса «Эстет» наконец-то открывают двери новых квартир. Времени в мелочах продумать ремонт у них было больше, чем достаточно. Здесь мы поставим диван. Я думаю, что в районе окна мы, наверное, поставим здесь стол. Все квартиры этой многоэтажки свободны планировки, уже с отоплением. Его подали совсем недавно. Коробки лифтов будут включены чуть позже. Во дворе детская площадка. Дом сдан в эксплуатацию. Осталось только начать ремонт. Наталья Бухмина, Ирина Люрина и Максим Графчиков. Новости 360. Новости 360.